Друзья, всем разрушительный привет! У нас вместе с вами появилась отличная возможность протестировать интересующие нас масла в лаборатории компании WMP Auto на форсунке Bosch. Данный стенд позволяет определить стабильность и качество полимерного загустителя, который используется в вашем моторном масле. Как вы все прекрасно знаете, моторное масло при работе в двигателе постоянно подвергается нагрузке и механической деструкции, в результате чего срабатывается полимерный загуститель и вязкость вашего масла проседает. Залили вы изначально, например, 5W30, а через 5000 км, например, у вас уже стало масло по вязкости 5W20. Качественный продукт должен держать весь межсервисный интервал, не вываливаясь из допуска по своей вязкости. И данный тест на форсунке называется ShareStability и нужен для проверки устойчивости полимерного загустителя масла к механическому разрушению при работе в двигателе. Кстати, прохождение этого теста есть в требованиях почти всех автопроизводителей. Это важно! Как проводится данный тест? Масло под действием насоса высокого давления прокачивается через форсунку марки Bosch, которая и является основным разрушителем полимера. Объем масла прокачивается многократно через форсунку. Для бензиновых двигателей 30 раз, для дизельных уже 90. Резкое падение вязкости, как правило, связано с разрушением полимеров. Именно от их стойкости в основном и зависит, как долго масло будет сохранять свою вязкость и насколько эффективно оно будет защищать ваш двигатель. Также очень важно понимать, что разные допуски производителей могут подразумевать использование разного по качеству загустителя и его количества. Поэтому сравнивать можно результаты масел только в рамках одного допуска. Соответственно, наша таблица с рейтингом будет с разбивкой по допускам. Таблица будет пополняться интересующими нас продуктами. Найти ее вы сможете в нашем телеграм-канале, который сейчас видите на экране. Начнем с теста масел народного бренда Look Oil, который в данном видео будет представлен сразу пятью продуктами. Друзья, мы с вами много говорим о грамотной эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей. Я рад сообщить вам, что теперь вы можете приобрести у нас не только качественные рецептуры моторных масел, но и качественные автомобили напрямую с аукционов Японии или Южной Кореи. Наша команда поможет выбрать автомобиль под ваши цели, задачи и бюджет. Купим, привезем, растаможим и доставим в ваш город. Вам останется только поставить автомобиль на учет и ездить. Также расскажем про технические особенности именно вашего автомобиля. Какие масла и бензин лить, как часто менять и все то, что потребуется вам для позитивной ежедневной эксплуатации. Подписывайтесь на наш канал Япония Экспорт Омс, где я показываю автомобили, которые мы уже привезли нашим подписчикам и клиентам. Там же можете почитать отзывы. Ссылки я оставлю в описании под видео. Подпишитесь. Пригодится. Начнем с популярного Look Oil Genesis Armatec GP 5W-30 API-SN. Это продукт для японских и корейских автомобилей под допуски Elsag GF5 и ASEA A5B5. Масло изготовлено на основе гидрокритинга VHVI. Ранее изготавливалось на пакете присадок Infinium. Сейчас используется китайский Richful. В связи с тем, что спецификация Elsag GF5 имеет допуск только для бензиновых двигателей, масло прошло тест на форсунки только в 30 циклов. На 30 циклах полимерный загуститель разрушился на немалые 7,7%. Но несмотря на существенное падение вязкости, масло осталось в рамках допуска 30 вязкости. Как видим, полимерный загуститель применяется простой, поэтому данное масло не рассчитано на длительные пробеги. Интервалы смены при использовании в городском нагруженном трафике 5000 км или 200-250 моточасов. Перекатывать его не рекомендуется, особенно в современных температуро-нагруженных двигателях или тяжелых условиях эксплуатации. Далее предлагаю посмотреть на результаты Lookoil Genesis Armatec 5W-30. И это уже продукт для применения не только в бензиновых, но и в дизельных двигателях, требующих масла уровня осе А3-B4. Масло на основе гидрокрекинга VHVI. Раньше изготавливалось на пакете присадок Infinium, сейчас также используется китайский Richful. На 30 циклах полимерный загуститель разрушился на 9,1%. На 90 циклах разрушение составило 11,1%. Как видим, полимерный загуститель тоже достаточно средний по качеству и стабильности. Тем не менее, масло осталось в рамках допуска 30-й вязкости, и это уже хорошо. Но перекатывать его дольше стандартных 200-250 моточасов я бы не рекомендовал. Далее мы проверим Lookoil Genesis Armatec 5W-30 для современных дизельных легковых автомобилей, в том числе с фильтром сажевых частиц DPF под допуски ASEA C2-C3. Масло для современных легковых дизелей должно быть очень крепкое, чтобы выдерживать немалые нагрузки. Соответственно, загуститель должен применяться качественно. Нагрузки на него колоссальны. Это в теории. Что же у нас на практике? На практике масло у нас на основе гидрокрекинга VHVI. Это классика для Lookoil. Ранее также изготавливалось на пакете присадок Infinium. Сейчас, вероятно, так же, как и на других продуктах, используется китайский Richful. На 30 циклах полимерный загуститель разрушился на 1,7%, а на 90 циклах разрушение составило 2,5%. И это отличный результат. В данном продукте полимер используется стабильный, соответствующий допуску как раз для высоких нагрузок. Теперь даже интересно посмотреть, как покажут себя остальные продукты в данном допуске. Далее я предлагаю наглядно рассмотреть на примере народного Lookoil Lux 5W-30 API SLCF, как отличается качество загустителя досанкционного продукта и текущей рецептуры масла на китайском пакете присадок Richful. Досанкционный Lookoil Lux 5W-30 от 2024, 2011, 2021 года был на пакете присадок Infinium, загуститель которого при 30 циклах разрушился на 3,4%, а на 90 циклах разрушился до 6%. Для дешевого и массового продукта это, надо прямо сказать, неплохой результат. Теперь взглянем на результаты свеженького Lookoil Lux на китайском пакете Richful, который датирован 30 августа 2022 года. И после 30 бензиновых циклах, послесанкционный продукт разрушился уже на 8,6%, а после 90 дизельных циклов разрушение составило 10,2%. Как видите, разница почти в два раза. Это к вопросу про качество. Впрочем, даже при таких результатах масло все равно остается в допуске по вязкости, что позволяет говорить о том, что масло укладывается в норматив, хотя полимер используется уже явно не тот по качеству, который был раньше. Поэтому те, кто использует данный продукт, по возможности сократите интервалы замены в идеале до 200 моточасов и будет в целом нормально. Сводная таблица с результатами выложена в нашем телеграм-канале. Она будет со временем пополняться. Пишите в комментарии, какие масла в вязкости 5W30 вам интересны для тестирования. Мы, в свою очередь, попробуем замерить их результаты. Берегите себя, друзья. Берегите своих близких. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока.